Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители. Меня зовут доктор Игорь Игоревич Атабеков. Я врач-онколог, и это канал На Пульсе. Сегодня я хотел бы вам рассказать о раке предстательной железы, как о втором по распространенности раке у мужчин. И сегодня в видео мы коснемся симптомов рака предстательной железы, разберем, кто же находится в группе риска, разберем, что такое PSA, 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 то есть простатспецифический антиген. Это онкомаркер, который, скажем так, вырабатывается предстательной железой и плавает в крови. И при раке предстательной железы мы будем обнаруживать его повышение. И стоит ли обследовать бессимптомных мужчин, и как это делать, стоит ли всем проверять простатспецифический антиген. Дальше разберем обследование пациента, если у него есть подозрение на рак предстательной железы, как его нужно будет обследовать. Дальше подскажу вам о том, как мы оцениваем индивидуальные риски человека. И в зависимости от этого подбираем лечение. Давайте начинать. Итак, предстательная железа у нас расположена под мочевым пузырем, охватывает мочеиспускательный канал, вы видите здесь. И мы знаем, что иногда предстательная железа может сдавливать мочеиспускательный канал, вызывая симптомы, например, при аденоме предстательной железы. Ну и при раке предстательной железы тоже может происходить сдавление. Отсюда какие будут симптомы? Ну, как и у любого рака, чаще всего симптомов не будет вообще никаких. А они появляются уже на более поздних стадиях. Но все-таки симптомы возможны. То есть, могут быть трудности при мочеиспускании, могут быть, часто человек ночью уходит в туалет, мы все знаем эту рекламу, что вот он все время встает, струя слабая, вот выпейте этот препарат, у него аденомы. Вот, действительно симптомы во многом будут пересекаться с аденомой. Мы с вами уже разобрались, почему. Потому что происходит сдавление мочеиспускательного канала, и человек не может полностью опорожниться. Может возникнуть острая задержка мочи, когда человек вообще помочиться не может. У него полный мочевый пузырь, и он не может помочиться. Могут быть другие еще проявления, подтекание мочи, кровь обнаруживается в моче или в сперме, может нарушаться эрекция, и также возможны, ну, опять же, вот эти все симптомы невозможны при других заболеваниях. Может быть, например, воспаление какое-то в мочевыводящих путях, простатит. Вот, боли внизу живота, в пояснице, и боли в костях, и потеря веса. Но это уже более поздние симптомы, когда там рак распространился, когда есть метастазы в кости. То есть, как вы понимаете, каких-то там супер таких вот четких симптомов, что вот этот симптом есть, значит, это рак простаты, не существует. И, повторюсь, в большинстве случаев она вообще может проходить бессимптомно. Давайте с вами остановимся на факторах риска предстательной железы. Кто же в группе риска? Ну, во-первых, это возраст. То есть, с возраста, чем старше мужчина становится, тем у него больше риск того, что возникнет рак предстательной железы. Дальше. Раса. Афроамериканцы чаще болеют, чем белые мужчины, и азиаты болеют реже всех. Дальше. Может быть ожирение, лишний вес, очень высокий рост, повышенный. Инсулиноподобный фактор роста 1. Мы знаем, что он будет выделяться, ну, например, если вы любите очень сладкое есть, поэтому кто есть много сладкого, вот вы видите, здесь такой фактор риска. Дальше. Наследственности генетика. Хочу заметить, что только 10% рака является наследственным и передающимся по, скажем так, по наследству в большинстве случаев. Это касается не только рака предстательной железы, но и большинство видов раков. Являются случайными мутациями, и ни у кого в семье ничего подобного не было. Но всё-таки. Здесь вот вы видите BRCA2, 1. Это всякие вот гены, которые участвуют в, ну, обычно в починке ДНК, когда возникла мутация, у нас есть механизмы, гены, которые чинят ДНК, которые останавливают отделение этой клетки, рост этой клетки, чтобы мутировавшие клетки не размножались в организме. Плюс у нас есть иммунные механизмы. Ну, у кого мы будем проверять всё-таки на наличие вот этих вот генетических проблем? Не у всех, а у тех, у кого есть какая-то наследственность всё-таки. Причём наследственность может быть не только для предстательной железы, но, например, близкие родственники с раком яичника, молочной железы, поджелудочной железы. Могут быть нарушены одни и те же гены, которые, вот при нарушении которых, скажем так, возникают все вот эти виды рака. Поэтому наличие вот этих тоже видов рака у близких родственников нас уже заставляет задуматься, а не генетический ли это рак. Ну, в таких случаях мы проверяем BRCA2, 1, гены PALB, ATM, CHEC1, CHEC2, ну и так далее. А ещё может быть повышенный риск рака предстательной железы при синдроме Линча. Тогда мы проверяем там ещё некоторые гены. И вот, например, некоторые генетические мутации, например, BRCA2, она повышает риск рака предстательной железы в 5 раз. Но хватит о генетике, давайте с вами поговорим о диагностике. Есть у нас такой онкомаркер PSA. Что такое онкомаркер? Это вещества, которые опухоли часто вырабатывают, выделяют в кровь, мы их проверяем в крови. И, ну, можем предположить, что, да, у человека есть какое-то онкологическое заболевание. Но на самом деле, как я рассказывал в других видео о других онкомаркерах, таких как, например, онкомаркер CA19-9, 125, реа, альфа-фетопротеин, эти онкомаркеры, они нужны исключительно для того, чтобы отслеживать эффективность нашего лечения. То есть, когда у человека есть либо подозрение на рак, уже мы там его в общем комплексе обследуем, либо если у человека уже есть диагноз онкологический, и мы отслеживаем эффективность нашего лечения. Ну, например, у человека повышен онкомаркер, мы ему там удалили этот опухоль, смотрим, раз, он нормализовался. Конечно, мы потом его будем отслеживать, там, с годами, раз мы смотрим, он опять начинает расти, ага, скорее всего, у человека может быть рецидив, и мы начинаем его более так досконально изучать, там, делать ему всякие КТ, МРТ и прочее. Здесь та же самая ситуация, здесь не рекомендуется вот общее все население, у которого нет симптомов, у которого нету подозрений, проверять с помощью PSA, или простатоспецифического антигена. Почему? Потому что они все неточные, они могут быть нормальными, если есть рак, и они могут быть высокими, если рака нет. И это приводит к тому, что мы выявляем якобы рак у многих мужчин, они, естественно, очень сильно нервничают, мы им делаем огромное количество ненужных совершенно обследований, некоторые из них могут быть даже травматичными, а еще хуже это может привести к чрезмерному лечению тем, кому это не нужно будет. Об этом мы чуть попозже поговорим, что не любой рак предстательной железы нуждается в лечении, как это неудивительно звучит. Поэтому PSA не рекомендован на данный момент бессимптомным людям, просто для того, чтобы провести скрининг, так как говорится. Ну, по некоторым рекомендациям можно PSA делать мужчинам, у которых есть, ну, а про американцам, которые старше 45, или тем, у кого есть, например, наследственность по этому заболеванию, у кого есть мутации BRCA1, BRCA2, мы знаем, что там повышенные риски. Ну, то есть, кто в группе риска, тем, в принципе, имеет смысл проводить скрининг с помощью PSA, а всем остальным нет. По обследованиям. Посмотрите на этот слайд. Значит, основа основ – это пальцевое исследование через прямую кишку. Доктор осмотрит, ощупает предстательную железу. И если есть подозрения, естественно, сдается PSA. PSA. Дальше. МРТ ТАЗа, МРТ предстательной железы. Посмотреть, есть ли какие-то подозрительные в ней участки. И дальше, далее решается вопрос о том, чтобы провести биопсию. То есть, делается УЗИ через прямую кишку специальным датчиком, и иглой берутся несколько участков биопсии, которые будут смотреться под микроскопом. В некоторых случаях, если есть высокие риски у человека, о них мы чуть попозже поговорим, еще могут назначаться компьютерная томография, например, живота, грудные клетки, может назначаться сканирование костей, остеосцентеграфия, могут назначаться даже ПЭТ-КТ как альтернатива. Причем самым точным является использование простат специфического мембранного антигена, который, ну, там при ПЭТ-КТ есть разные вещества, которые используют. Чаще всего это все-таки мечная глюкоза, которая будет светиться, когда опухолевые клетки будут вбирать в себя эту глюкозу. А здесь мы используем более такой точный для предстательной железы маркер, который будет светиться, и как бы это на сегодняшний день считается, ну, самым лучшим видом ПЭТ-КТ для вот предстательной железы. Зачем мы это все делаем? Для того, чтобы поставить стадию, посмотреть, насколько, ну, насколько рак успел вырасти, размер его, распространился он за капсулу или нет, метастазировал ли он куда-нибудь, в зависимости от этого будет зависеть лечение. После биопсии мы обязательно должны посмотреть под микроскопом. Доктора смотрят под микроскопом и оценивают, насколько эта опухоль, ну, скажем так, мутировавшая и агрессивная, насколько она далека от нормальной предстательной железы. И ставятся баллы по глисону. Если кто-то, ну, у кого-то есть родственники с этим заболеванием, можно увидеть у них в заключении, что глисон там, допустим, 4 плюс 5, или 3 плюс 4, 4 плюс 4, вот, чем больше баллов, там, от 6 до 10, тем хуже. тем она, как бы, более такая далекая от нормальной. И потом, имея всю картину, когда мы уже обследовали пациента, мы знаем, насколько опухоль большая, успела ли она распространиться, насколько она агрессивная, какие уровни ПСА, мы ставим ему, ну, мы оцениваем, какие его риски. Бывают, значит, люди с очень низким риском, с низким риском, с промежуточным, с высоким, с очень высоким. И вот здесь, вот как раз, вы видите, здесь сколько всяких разных видов лечения, это не то, что всё вот будет использоваться у человека. Это возможные варианты. Иногда мы используем несколько из них. Всё зависит от каждого конкретного случая. Мы всегда говорим, должен быть индивидуальный подход. Вот при раке пристательной железы это наиболее, вообще, ну, прямо яркий случай индивидуального подхода к человеку. Ну, например, что такое вот активное наблюдение. Когда мы человека, у него есть рак пристательной железы, но у него риски низкие. Он потенциально, его можно исцелить, но мы смотрим, ну, как бы рак у него не агрессивный, растёт очень медленно, уровни ПСА невысокие. И мы думаем, а может быть, мы просто его понаблюдаем пока, потому что скорее всего, этот вид рака у него, он, рак пристательной железы, вообще, в принципе, не самый агрессивный чаще всего. И иногда он растёт настолько медленно, годами, что человек проживёт всю свою жизнь и никогда этот рак его не будет доставать и, как бы, уйдёт по каким-то другим причинам. Но мы этого человека постоянно будем активно обследовать, смотреть, ничего ли у него не начало расти. То есть, мы активно его наблюдать будем. Есть ещё выжидательная тактика, когда человеку по каким-то причинам, может быть, уже возраст большой, много заболеваний, по каким-то причинам у него уже не актуально его лечить. То есть, в принципе, такое агрессивное лечение в виде удаления, например, предстательной железы, лучшей фойтерапии, чтобы полностью уничтожить этот рак, не актуально для него. Тогда мы его просто будем выжидательной тактикой лечить, как так сказать. Что это значит? Ну, мы не будем вот так часто по обследованиям гонять, мы будем просто за ним наблюдать, появились симптомы, тогда мы там что-то будем делать, а так, не мучить уже этого бедного пациента. И давайте себе представим, допустим, мужчина 55 лет, у него выявлен рак предстательной железы и у него очень низкие риски. Конечно же, в таком случае мы предполагаем, что этот мужчина ещё 30 лет может жить, кто его знает, сколько он проживёт ещё. У него нет каких-то заболеваний, он ещё молодой. И, конечно, в таком случае мы видим, что у него рак ещё небольшой. Конечно, надо в таком случае более агрессивно себя вести, удалять его в надежде, что мы этого мужчину исцелим. И это вполне реально. А теперь возьмём другую ситуацию. Допустим, пожилой уже человек, там 80 лет, 85 лет, у него куча заболеваний. Да, у него можно этот рак удалить, но операция сопряжена с некоторыми проблемами. То есть, она имеет риски для жизни, она имеет риски, допустим, недержания мочи. То есть, есть проблемы с операцией. Зачем мы будем этого дедушку с очень низкими рисками, что у него эта опухоль практически не растёт очень медленно. В 85 лет зачем мы будем удалять ему предстательную железу. И вот в таком плане мы каждого пациента оцениваем его риски и смотрим. И выбираем, какое лечение ему лучше всего подойдёт. Ну вот, есть хирургическое лечение, убирают эту предстательную железу, собственно говоря, убирают лимфоузлы, семенные пузырьки. Ну, такая достаточно травматичная операция. К сожалению, повреждение нерва будет вести к тому, что может возникнуть нарушение потенции и может возникнуть недержание мочи. Поэтому существует ещё нервосберегающая операция, там меньше рисков этих осложнений, но не во всех случаях удаётся её сделать. Поэтому, как вы понимаете, радикальное лечение тоже имеет некоторые риски и проблемы и нужно чётко подбирать и понимать, кому оно действительно нужно. Существует ещё лучевая терапия, когда мы облучаем радиацией опухоль и так как она активно делится, эти клетки очень чувствительны к радиации и они погибают. То есть мы можем, ну, скажем так, в 60% примерно случаях плюс-минус мы можем с помощью лучевой терапии излечить рак, то есть он не вернётся. И лучевая терапия бывает двух видов, можно снаружи облучать, можно вводить радиоактивное вещество в предстательную железу, оно там будет какое-то время находиться и всё время излучать радиацию. То есть это называется брахитерапия и в принципе эти два метода они достаточно взаимозаменяемые. Это такие радикальные виды лечения, нацеленные на исцеление. Есть гормонотерапия. Гормонотерапия это вообще большой прорыв в раке предстательной железы, потому что он зависит от росту этих клеток, зависит от гормонов, от тестостерона. Поэтому мы пытаемся подавить уровень тестостерона. Мы выполняем, ну раньше делалась хирургическая кастрация, чтобы тестостерон падал, а сейчас есть альтернатива, это уколы там раз в месяц, раз в три месяца, раз в полгода, в зависимости от препарата, веществ, которые будут блокировать выработку тестостерона. Поэтому уровень будет падать, опухоль перестает расти. ФСА снижается, опухоль уменьшается, человеку становится легче. К сожалению, гормонотерапия будет работать не вечно, и через какое-то время, может, через годы, много лет, скорее всего, эта опухоль все-таки станет нечувствительна к гормональной терапии. Но у нас есть еще дополнительные гормональные методы для усиления. То есть, в опухоли, естественно, есть рецепторы к тестостерону, можно их заблокировать, это очень современные препараты, типа энзулотамида, аполотамида. Есть препараты, которые блокируют выработку тестостерона, такие как абиротерон, и это реально прорывные препараты, которые значительно улучшили показатель лечения этих пациентов. Существует еще химиотерапия, в ряде случаев она используется, таргетное лечение, но обычно у кого находится мутацию генетическую БРЦА, тем можно назначать таргетное лечение, которые будут воздействовать именно на механизмы, связанные с мутацией в этой опухоли. И если у человека метастазов кости, это частое место метастазов при раке предстательной железы, мы используем остеомодифицирующие агенты, которые будут блокировать распад костей и воздействовать больше на кость, такие как изолидроновая кислота или деносумаб, например. И есть еще радионуклидная терапия, когда вводят радиоактивные вещества, которые будут хорошо накапливаться именно в костных метастазах, не особо-то затрагивая окружающие ткани. Это тоже как бы лучевая терапия, то есть тоже радиация, но эти вещества будут работать по всему организму и накапливаться в метастазах. Когда много метастазов, неплохо это применять с обезболивающей целью, для сдерживания этих метастазов, но это не все не излечивает, как и гермонотерапия, к сожалению. Ну и есть палеотивно-лучевая терапия, которая, собственно говоря, воздействует на какие-то большие метастазы, которые болят, давят куда-нибудь. Вот можно на эти места воздействовать. Ну в общем и целом рак предстательной железы является в большинстве случаев достаточно медленно растущим видом рака в сравнении с другими и зачастую настолько медленно, что даже в некоторых случаях не требуют лечения. Все зависит от конкретной ситуации. В любом случае лучше не затягивать и начинать лечение как можно раньше. Тем более, что есть методы лечения, которые совершенно не токсичны и очень хорошо переносятся. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова